здравствуйте дорогие друзья я виктор судаков рад приветствовать вас на нашей передаче за гранью проповеди наконец-то мы встречаемся после летнего перерыва и теперь наши программы будут выходить регулярно здесь мы обсуждаем вопросы и темы которые так или иначе выходят за формат воскресного богослужения в конце весны я проводил опрос на своем телеграм-канале какая тема будущей передачи вас больше всего интересует и победила тема о новом поколении детей так называемом поколение альфа и о нашем взаимодействии с этим поколением об этом и будет наша сегодняшняя передача сама теория поколений возникла в начале 20 века до этого времени быт разных поколений не сильно отличался конечно старики всегда ворчали на молодежь это извечная тема отцов и детей еще древнегреческий поэт гисеот живший в восьмом веке до новой эры в своем произведении труды и дни сетует на упадок нравов и на поведение молодого поколения вот что он пишет я больше не надеюсь что будущее поколение станет лучше наше нынешнее поколение слишком легко поддается порокам она не уважает своих родителей дерзит старшим и предпочитает болтать не трудиться видите какие гневные слова у древнеримского философа сынеки есть тоже слова о молодежи вот послушайте они думают только о своих удовольствиях и не уважают авторитет в их душах нет почтения к старшим или знанием они не интересуются чем-либо кроме своей собственной выгоды конечно трение между поколениями были всегда родители всегда ничего не понимают а дети ленивые и неуважительны но раньше когда молодежь смотрела на стариков они видели таких же людей просто старше но жизнь разных поколений их труд будет мало чем отличались в двадцатом же веке началась индустриализация люди стали съезжаться в города стали появляться новые орудия труда новые производства возникли новые специальности новые профессии и атмосфера в котором вырастало одно поколение стало сильно и довольно сильно отличаться от атмосферы в котором формировалось другое поколение и вот в 1991 году два американских ученых нейлхоуф и вильям штраус изложили теорию поколений в своей книге они постарались посмотреть на историю человечества через призму поколений в своей книге они показали как каждые пятнадцать-двадцать лет рождается и вырастает поколение со схожей системой ценностей схожим типом мышления и поведением в обществе научное сообщество эту книгу восприняла неоднозначно там немало было критики но сама эта книга стала очень популярной конечно в каждом поколении есть очень разные представители но теория поколения рассматривает некий как бы общие черты общие характеристики каждого из поколений хочу сразу оговориться если вы будете знакомиться с материалами по этой теме то заметите что в разных источниках разделение по годам между поколениями несколько отличается и вот давайте рассмотрим поколение которые сейчас живут с нами на этой земле и так самое старое поколение представители которого осталось уже не так много это молчаливое поколение люди рожденные середины 1920-х годов и примерно до середины сороковых годов это дети периода воин и репрессий они бережливые законопослушный и немногословным поэтому так и называется молчаливым поколением дальше идут baby boomer и родившиеся с середины сороковых годов по вторую половину 60-х годов это послевоенное поколение государство восстанавливались после войны и переживали золотой век в экономике связи с этим был всплеск хирождаемости и вот представители этого поколения оптимистичны обладают коллективным духом выносливостью они трудолюбивы готовы работать на идею и при этом они консервативны и патриотичны следующее поколение поколение x родившиеся со второй половины 60-х годов и до начала 80-х годов это поколение привыкла полагаться на самих себя они тяжело воспринимают перемены в жизни не очень любят менять работу это люди скептики которые не доверяют властям не доверяют средства массовой информации их еще называют поколением с ключом на шее я сам принадлежу к этому поколению помню как в детстве мы ходили гулять нам одевали на шее ключ с которым до вечера и ходили чтобы его не потерять следующее поколение поколение игрок или миллениалы они родились начала 80-х годов и до второй половины 90-х этой эпоха доступной информации на юность этого поколения пришлось развитие цифровых средств коммуникации то есть это время распада советского союза окончания холодной войны поэтому это поколение более открыто для нового опыта они часто меняют профессии считают что работа должна прежде всего приносить удовольствие не спешат обзаводиться семьей нацелены на саморазвитие и самопознание с конца 90-х и до начала 2010-х годов родилось поколение z или зуммеры они с детства подвержены воздействию интернета и социальных сетей это первое цифровое поколение они способны обрабатывать большие объемы информации и мне так важен комфорт как возможность путешествовать заниматься любимой деятельностью зуммеры предпочитают фриланс и удаленную работу и вот с начала 2010-х годов рождается поколение альфа мы с супругой относимся к поколению x но наши дети принадлежат ко всем трем следующим поколениям старший дети к поколению y младшая дочь к поколению z а сын к поколению альфа поэтому у нас есть личный опыт общения и воспитания каждого поколения и мы видим что альфа дети довольно сильно отличаются от остальных и так альфа этих детей еще называют ipad kids потому что они зависимы от гаджетов это самые технически продвинутые дети живущие в интернете буквально с пеленок также это самое многочисленное поколение в истории их будет около двух миллиардов человек это очень много это первое поколение полностью рожденное в двадцать первом веке от зумеров их отличает еще большая цифровизация поэтому альфа детей называют зумерами на максималках с малых лет они в смартфонах у меня впервые мобильный телефон появился в 27 лет это был такой nokia который я купил еще в конце 90-х годов так вот зумеры получали свои гаджеты лет в 10 когда уже были подростками а большая часть альф знакомится с гаджетами уже до года а свой личный гаджет у них появляется до школы и попробуйте отнять у них этот гаджет начнется такой скандал словно вы отнимаете у них жизнь недаром альфа дети считают что телефон это продолжение моей личности альфа дети ведут свои аккаунты в тик токе главный мем этого поколения скибеди туалеты это такой трэш контент который не поняли даже зумеры но альфы приняли его на ура их герои то хаги ваги они могут долго наблюдать за путешествием синего трактора еще альфа дети помешаны за уходом на коже у них особая любовь кремом маскам разным косметическим средством поэтому среди них очень популярен beauty блоггинг они довольно многозадачные могут одновременно смотреть youtube играть в игру болтать с другом параллельно знают множество психологических терминов с детства настроены на свой бизнес и зарабатывание денег прогнозируют что альфы будут жить в мире роботов будут осваивать примерно пять профессий за жизнь и смогут полноценно жить до 100 лет еду и вещи альфа заказывают в интернете например у нас мандарины были на новый год в моем детстве а сейчас можно с телефона заказать мандарины и любые экзотические фрукты прямо на дом и в течение часа их тебе привезут альфа дети те кто разговаривают с колонками техникой пандемия и карантин усилили их закрытость и замкнутость ведь треть жизни самых старших из альф прошла на удаленке потому что в 2020 году началась пандемия когда им было где-то 9 10 лет поэтому они не понаслышке знают что такое онлайн образование и лекции в зум эти дети впитывают информацию со скоростью света но при этом они не знают как определить время по механическим часам заключение я хочу поделиться четырьмя советами которые лично мы с супругой используем при воспитании нашего сына сына из поколения альфа первое у этого поколения проблемы с чтением больших текстов они мало и довольно плохо читают из-за гаджетов у них проблемы с концентрацией внимания у них менее развито воображение рост тревожности одиночество и конечно же это все влияет на обучаемость поэтому мы с супруга читаем сыном большие книги в том числе библию устраиваем семейные чтение смотрим довольно сложные фильмы побуждаем на богослужении слушать полностью проповедь это целый час что для альфа детей не так и просто то есть мы поощряем сына чтобы он и сам читал книги и с нами читал и безусловно потом пересказывал прочитанное все это учит его концентрировать внимание на как можно дольше времени что для альфа поколения чрезвычайно важно второе зависимость от гаджетов и технических средств приводит к проблемам со здоровьем в этом поколении многие страдают от лишнего веса различных аллергии у многих из-за экрана проблемы со зрением поэтому для альф наиболее остро стоит вопрос с физической активностью важно их побуждать заниматься спортом причем интересы детей же быстро меняются не ограничивая их выборе спорта наш сын ходил в разные секции поэтому дайте своему ребенку попробовать все а потом помогите сконцентрироваться на том что получается у него лучше остального третье поколение альфа воспитывают без физических наказаний еще мне отец давал подзатыльники я это воспринимал как норму но сейчас все изменилось наступила эпоха так называемого мягкого воспитания и это хорошо но здесь есть свои нюансы с одной стороны признаются чувства ребенка в нем видят личность поэтому дети обладают развитым чувством собственного достоинства но с другой стороны они еще с детского сада общаются с родителями на равных то есть вообще нет никакого уважения там к возрасту к регалиям сейчас дети даже сами учат родители как жить например наставляешь их что надо учиться что потом найти хорошую работу они открывают интернет где какой-то парень бросил школу и за месяц заработал миллион и у них вопрос папа это ты чему меня учишь поэтому нам необходимо смирение чтобы понимать как многие наши навыки и установки в современном мире ну скажем прямо не очень-то и работают при этом мы должны донести до детей ценности которые вне времени и это возможно только через общение общение честное и открытое причем это надо делать не с авторитарной позиции а с позиции друга но при этом все равно воспитывать уважение к себе это дело не в панибратстве а дело в искренности будьте честны со своим ребенком альфа дети ценят искренность и хорошо чувствуют фальшь если вы соврете ребенок обязательно это поймет и завоевать его доверие снова будет крайне трудно конечно поколенческие ценности существуют но эти ценности не являются универсальными ребенка все-таки воспитывает семья поэтому прививай христианские ценности через честное общение и совместное чтение писания и четвертое общение альфа детей с гаджетами приводит к тому что они мало общаются друг с другом это приводит к неразвитому эмоциональному интеллекту они даже друг с другом часто общаются только посредством того что просят отлайкать картинки или фотографии которые там у себя в соцсетях выставили эти дети не могут осознать не свои эмоции не эмоции окружающих мы учимся понимать эмоции только через общение через живые контакты с живыми людьми поэтому мы в семье уделяем время когда можем полностью сосредоточиться на общении друг с другом без гаджетов без компьютеров без мониторов это могут быть поездки на природу совместные прогулки пикники какие-то домашние мероприятия только так ребенок учится выражать свои чувства и понимать чувства других к тому же эти дети очень таких тактильные они очень любят обнимашки поэтому не теряй с этими детьми не физический не эмоциональный контакт друзья если вы также являетесь родителями альфа детей пишите в комментариях что у вас получается или не получается в их воспитании какие вы видите еще особенности этого поколения и как прививаете им вечные ценности какие у вас есть свои секреты я всегда с интересом читаю ваше мнение и вопросы всем благословений благословений